Наш завод по производству фармацевтических препаратов в Краснодаре работает на рынке лекарственных средств более 10 лет. В прошлом году наше предприятие начало выпуск витаминов в таблетках. Еще до проектирования участка по производству витаминов мы составили перечень необходимого фармацевтического оборудования. Список содержал как основные машины, так и вспомогательную технику. Мы планировали сделать участок производства таблеток полностью автоматизированным и максимально технологичным. Это должно было по сути быть оборудование, которое обеспечивало бы полный цикл производства витаминов, от подачи сырья до получения готового продукта. Планировалось приобрести дробилку для измельчения сырья, таблеточный пресс, блистерную машину, оборудование для упаковки блистеров в картонную коробку и много другой техники, которая обеспечит выпуск таблеток. В планах была, по сути, покупка и аналитического оборудования, которое необходимо для проверки качества сырья и материалов. На совещании по развитию производства мне, как главному инженеру, поручили найти и закупить основное оборудование. Задачу я начал выполнять с поиска дробилки для измельчения сырья. Главный технолог нашего завода порекомендовал сначала обратиться к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации, осуществляю монтаж и установку производимой техники. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Италии по производству фармацевтического оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, в котором указал оборудование, которое я хотел приобрести и попросил поободрать мне конкретную машину. Через неделю я получил ответ, что таких машин они уже не производят, однако могут разработать и произвести ее, по желанию заказчика, к концу следующего года. Для нас, иначе говоря, это слишком долго и я решил поискать дробилку у других производителей фармацевтического оборудования. Нашел в интернете компанию из Китая, которая производит дробилки для измельчения сырья. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить подобное оборудование через два месяца. Они ответили, что у них есть подобная машина. Менеджер спросила у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о возможностях автоматического оборудования. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел, и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. Я отказался от самостоятельного поиска фармацевтической дробилки. И тут я вспомнил, что на форуме производителей оборудований для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который, в принципе, занимался подбором и поставкой оборудования для производства лекарственных препаратов. Я нашел его визитку, и перед тем, как связаться с ним, решил проверить, реально ли он занимается поставкой автоматов для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компании, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представлены видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2009 года. Компания уже долго работает на рынке поставки фармацевтического оборудования, и это дает основания утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что ищу современную дробилку для измельчения сырья. Он предложил вариант дробилки, который, в принципе, пользуется популярностью у клиентов и проверен на производстве. Я согласился рассмотреть его. Менеджер прислал на электронную почту мне паспорт, инструкцию по эксплуатации оборудования, видеодемонстрирующие машины. Предложенный вариант оборудования для измельчения сырья мне понравился, и я согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор по поставку дробилки, и через месяц после заключения договора менеджер позвонил мне и рассказал, что оборудование готово и через неделю осуществит его доставку. Когда машина пришла на предприятие, мы смогли оценить ее качество. Дробилка была, по сути, сделана из качественного материала из нержавеющей стали, компактный, современный аппарат с удобным управлением. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору оборудования самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе фармацевтической дробилки для измельчения сырья в порошок было, по сути, правильным. Я планирую в дальнейшем пользоваться услугами специалиста этой фирмы в подборе основного оборудования для нашего участка производства витаминов. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы главным образом нам так и дальше казалось.